Мы держим путь на юго-восток Могилевской области. Семь сельских районов получили поддержку по президентскому указу номер 235, чтобы ускорить социально-экономическое развитие и улучшить качество жизни людей. Жилье, новые проекты и рабочие места, льготы и преференции для бизнеса. Сегодня мы узнаем, как работают проекты Юго-Востока в Краснопольском районе. Добрый день, меня зовут Саня Шадлакова, и я сегодня накатаюсь на конец Цезаря, и мне нравится. Поддержка идей и инициатива местных жителей – одно из важнейших условий развития Юго-Восточного Краснопольского района. Сегодня в деревне Городецкое крестьянско-фермерское хозяйство. «Фаворит Агра» и «Агро-усадьба Маяк» предлагают общение людей и лошадей. Идея развивать коневодство родилась у фермера Юрия Земцова, местного уроженца. Каждый остается, где родился, где рос в этой местности. Поэтому и я так остался на своей родине. Фермерское хозяйство существует с 2017 года. Оно развивается не быстро, как и положено в сельской отрасли. Овцы-быки и, конечно, растущий конный табун. В нем русские и советские тяжеловозы. Помасти, враные, рыжие, гнедые, пеги. Есть же ребята – табун на зеленом лугу. Потрясающе красивое зрелище. Ну, а я вот так вот привык с детства с лошадьми, поэтому их я люблю по многим параметрам. Шины верные, красивые, надежные. Перспективы коневодства на юго-востоке Могилевщины фермер Юрий Земцов оценивает положительно. Если земли нельзя использовать под пашню, то они ведь могут стать пастбищами для лошадей. Пожалуйста. Все. Корма есть. Значит, и лошади здесь будут. Ближе к осени после сбора урожая на конном фольварке появится больше гостей. Теперь жаркое и хлопотное время сенокоса, но даже сейчас родители находят возможность привезти детей покататься на лошадях. Чтобы они понимали, что, например, человек хороший и обращались с тобой тоже так же, как и я с ним. Ты такой хороший? Да. Погладим. А после душевного общения с лошадьми можно дать первое интервью, даже если наезднику всего три года. Я люблю осадок. Они красивые. Они красивые. Хорошие. Хорошие. Мы находимся в Краснопольске, в отделении «Дружба», возле деревни Яновка, на поле, где убираются корма. Краснопольский район завершил первый укус трав одним из первых в Могилевской области. Этот важный этап сезона прошел быстро, организованно и успешно. Жаркая и сухая погода благоприятствовала заготовке кормов. Да нормально. С утра до вечера в поле. Трудимся. Как корма? Ну, в этом году хотелось бы лучше. Чтобы дожди были бы вообще хорошо. Сейная трава вообще замечательная. Чем убирать – не проблема. На зеленой жатве в Краснопольском районе работает техника, приобретенная по государственной программе развития юго-восточных районов Могилевщины. За несколько лет хозяйство получило около сотни единиц самого различного направления. Техника объемная, вот как и СМТУ, 20-я. Заменяют даже три единицы техники. Грабли по захвату 9 метров – это широкозахватные. Косилки КПР-9 производительные, которые могут скосить до 40-50 гектаров за смену. И, конечно же, эта техника играет, наверное, на сегодняшний день в регионе и о Краснопольске, потому что она новая основную роль. Первый укус дал краснопольскому хозяйству 18 тысяч тонн сенажа. Причем, как говорят сельчане, замечательного качества. Почти 11 центнеров кормовых единиц на условную голову – хороший результат. Имеется в сельском хозяйстве у Краснопольске 7700 голов крупнорогатого скота. Из них 2300 коров. Поэтому здесь на ферме расположено 450 коров дойного стада по периодам физиологии. Поэтому это и готовится для них. Открытое акционерное общество Краснопольске – единственное сельскохозяйственное предприятие района. Местное руководство считает, что централизация пошла на пользу отрасли. И объединенное хозяйство демонстрирует последние годы определенные успехи и в растеневодстве, и в животноводстве. В Краснопольском больше маутят зерна, имеют достатки кормов, перезалужили пастбища, увеличивают надой молока и привесы. Хотя это только начало, а впереди много работы. Судя по нашему уа-обу, идем к лучшему. Вниз не идем, а наоборот, вверх идем. О чем мечтаете? Чего хотите? Чтоб было здоровье и мир был. Вот о чем надо мечтать и думать. Многие зададутся вопросом, с чего же начинается домашний сыр. А с домашнего сыра начинается, конечно же, молочка. А с молочка именно со своего молочка. А молочко свое у нас дают наши коровки. Для развития района важны не только большие экономические программы и предпринимательские проекты. Наглядный пример – сырная инициатива жительницы городка Горы. В кооператив «Горская скармница» вошли 6 женщин и у каждой несколько коров. За два года существования нашего кооператива мы уже научились варить более 20 видов сыра. И более 50 женщин мы научили варить сыр, провели мастер-классы только наших краснопольских жительниц. При поддержке Глобального экологического фонда программы развития ООН в горах появился Центр сыроварения. Здесь не просто варят сыры под местным брендом «Молочный куферок», но и учат всех желающих, как это делать. Добрый день всем. Сегодня мы попробуем с вами приготовить сыр-панир с пожитником. Наталья Гулькова, участница «Горской скармницы», ведет мастер-класс для жительниц агрогородка Горы. Процесс приготовления сыра интересный, и он, конечно, занимает у хозяйки немало времени. Но это того стоит свойский сыр – ароматный, вкусный и полезный. Ну вот у нас получился такой сырочек, который мы можем даже сейчас и продегустировать. Горские сельчанки, у которых есть коровы, сдают молоко государству, но варить свойские сыры тоже можно и для себя, для семьи, а потом, возможно, и для людей. У нас уже увеличилось даже поголовье нашего стада животноводческого. Вот уже люди оставляют себя, покупают растетелочек для того, чтобы тоже заниматься сыром. Я так думаю, что у нас неплохие перспективы. Про наши горы уже известно везде, можно сказать, по всей Белоруссии. Продвигают наши деревни девчата, молодцы. Кооператив «Горская скармница» не устает рекламировать на Юго-Востоке свою продукцию. Ведь домашние сыры – привлекательная идея для развития гастрономического туризма. Мы развиваемся, обучаем других, обучаемся сами, самосовершенствуемся, находим новые рецепты, варим новые сыры. Сыры – это еще и самозаняты сельского населения в глубинке. Сегодня в агрогородке горы живут две с половиной сотни человек. Сотня подворий, на каждом третьем свое подсобное хозяйство. Всего около 40 коров и все возможности для того, чтобы жить, зарабатывать и расширяться. Юго-Восток Могилевщины – это природная красота. На Краснопольщине одно из самых красивых мест – Палужское водохранилище. Рай для рыбаков – прекрасное место отдыха, в том числе и для школьников на каникулах. Мы сейчас находимся с вами на берегу Палужского водохранилища. Здесь палаточный лагерь под названием «Ниугамон» – эколого-биологического профиля. Палаточный лагерь «Ниугамон» – 10 подростков. От 11 до 17 лет собрались, чтобы провести время на природе. Это оздоровительные активности, пешие походы и, конечно, приготовление пищи на костре. С утра встаем, готовим. Сначала завтрак. Только позавтракали, пальмыли посуду, уже готовим обед. Помыли посуду, уже и ужин нужно готовить. То есть вы езжаете на природу фактически походить? Ну, знаете, еда – это тоже не последний момент на природе, поймите. Тут дети постоянно в движении. В общем, растущие организмы. Пока готовится обед, дети взялись за настольные игры. Добрый день. Добрый день. А что играть? Мы играем в шахматы с моим приятелем. Нравится лагерь, тут хорошо готовят. То есть еда все-таки главная. Да. Особенно хорошо летом на озере юным рыбакам. Пока юноши пытаются поймать рыбу, остальные могут любоваться прекрасной природой. Больше всего запоминается рассвет и закаты, и пение птиц вечером, и небо красивое. Все, ребят, спасибо. Хорошего вам лагеря. До свидания. До свидания. Добрый день, ребят. Добрый день. Где-то мы находимся, и кто-то так кричит. Мы находимся на нашем птичьем дворе. Комфортные условия для реализации частной инициативы рождают очень интересные идеи. Хозяева этого птичьего двора – детский дом семейного типа «Олепка». Сегодня в нем воспитываются 8 детей от 5 до 15 лет. Все они с интересом ухаживают за домашней птицей самых разных пород. И особенно выделяются фазаны. Редкость в частных хозяйствах, а потому гордость всей семьи. Они несут яйца. Ну, не большие яйца, но нормальные такие. Их у нас 6 штук. Птичий двор – это не просто так. Вместе, занимаясь одним делом, вся семья, дети и взрослые сближаются. Когда мы ухаживаем за птицей, у нас есть общение с ними. Мы учимся каким-то новым навыкам. Это какая-то проявляется у них… Они переживают, чтобы птичка была накормлена, чистая вода была. И поэтому это же… В детях развивается любовь к природе. Дети, они сами, как цыплята, постоянно разбегаются и требуют неустанной заботы об их настоящем и будущем. Когда у тебя хорошая семья, когда ты не переживаешь, когда ты не думаешь, что тебе надо думать о том, что тебе поесть, когда ты окутан любовью своих родителей, я думаю, детское счастье именно в этом. Родители-воспитатели Олепка считают, что это классно иметь много детей. Надеются, что будет еще больше. Государство помогает в планах сделать пристройку к дому, которая позволит дать больше пространства теперешним его воспитанникам и, может быть, принять новых. Чтобы у всех детей было свое счастье. Я желаю вам самого хорошего. Итак, летняя пора для детей – это каникулы, которые нужно провести интересно и полезно. Для развития и воспитания подрастающего поколения будущих жителей Юго-Востока государство создает все условия. Для взрослых лет – ответственное время и зеленая жатва – один из важных этапов сезона. Первый укос в Краснопольском районе прошел успешно и результативно. Большие компании на Краснопольщине дополняют инициативы людей. В агрогородке горы научились варить свойские сыры и создали кооператив «Горская скармница». А в деревне Городецкая фермер Юрий Зимцов завел табун лошадей и организовал конный фольварок. И, конечно, дети – это будущее Краснопольщины Юго-Восточного района Могилевской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин